Добрый вечер, это программа «Насправде» в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур и ближайшие 25 минут Мы что? Добрый вечер, это программа «Насправде» в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур и ближайшие 25 минут нашего эфира наверняка будут интересны прежде всего родителям, которые заботятся о здоровье своих детей и беспокоятся о том, чтобы им не продавали сигареты и алкоголь. Этой проблемой всерьез занялась национальная полиция, правление в Харьковской области и о том, как, собственно, эту проблему будут решать и как все в этом могут поучаствовать, нам расскажет сегодняшний гость, которого я с большим удовольствием представляю, Константин Шеремет, старший инспектор отдела ювенальной превенции главного управления национальной полиции в Харьковской области. Здравствуйте, Константин. Проблема, в принципе, наверное, стара, как жизнь. Я вспоминаю свой выпускной вечер в школе, тоже не продавали, конечно же, было официально это все запрещено, это еще Советский Союз, но это не было проблемой, потому что можно было всегда найти взрослого, который, да, вот там за какую-то копеечку тогда мог пойти и, что, собственно говоря, даже по талонам, но это все было вполне решаемо. То есть проблема есть, все прекрасно понимают, о чем идет речь, непонятно, как с этим бороться. Да, действительно, на сегодняшний день актуализируется этот вопрос по поводу продажи детям алкогольных напитков и табачных изделий. Естественно, увеличение объемов продажи, розничной продажи этих товаров говорит о том, что является предпосылкой вовлечения несовершеннолетних в пьянство путем продажи несовершеннолетних этих товаров. Конечно же, основным приоритетом работы является недопущение продажи не привлечения несовершеннолетнего заупотребления, а устранения причин и условий, то есть наказания непосредственно самих продавцов, а потом уже и частных предпринимателей, которые допускают регулярную продажу подобных товаров. Абсолютно мы не оправдываем первое знакомство с алкоголем во время выпускных вечеров, так как много тоже несовершеннолетних, но опять же таки, рано или поздно наши дети знакомятся с этим. Естественно, каждому родителю хочется, чтобы этот момент наступил как можно позже, не в 12, не в 13 лет, хотя учащаются и подобные случаи. И когда это происходит под контролем родителей во время выпускных, это уже какая-то традиция, которая укоренилась уже на территории нашего государства, не только с моей молодости, но и наших предков. Да, понятно, что все хотят отсрочить этот момент, и понятно, что все хотят проконтролировать, но опасность как раз и состоит в том, что большая часть, самый большой риск, это риск неконтролируемой покупки. То есть, ладно, хорошо, может даже ребенок не покупать, его могут угостить, с этим ничего, наверное, как-то не сделаешь, кроме каких-то превентивных бесед. Но тут есть рычаги воздействия. И каким образом воздействовать, не совсем понятно. Вот как, в принципе, возможно, например, доказать, что ребенку продали в супермаркете, в магазине или в киоске пиво, например. Ответственность за продажу несовершеннолетних алкогольных напитков и табачных изделий предусмотрена частью второй статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ответственность за это несет непосредственно продавец. Согласно этого же Кодекса, документирование подобных правонарушений возложено на органы национальной полиции. В ходе проведения рейдов, в ходе выявления факта продажи составляется протокол об административном правонарушении, который впоследствии направляется для рассмотрения на административную комиссию по месту жительства непосредственно правонарушителя, то есть того продавца, который осуществил продажу несовершеннолетнего алкогольного напитка или табачного изделия. После привлечения продавца к административной ответственности, после вынесения решения о ее привлечении, нами направляется представление об устранении причин и условий, которые этому способствовали. А именно в данной ситуации такими рассматривается выдача лицензии на право ротничной торговли, алкогольными напитками, либо табачными изделиями, то есть в зависимости от того, что было непосредственно продано. После привлечения продавца материал направляется в налоговую инспекцию по месту осуществления торговли. И в отношении субъекта хозяйственной деятельности, то есть частного предпринимателя, либо юридического лица, где была продажа, накладывается финансовая санкция, которая предусмотрена законом о государственном регулировании. Она существенная, она серьезная? Она существенная, она составляет 6800 гривен в отношении непосредственно субъекта хозяйственной. Конечно же, это не так существенно, если это накладывается в отношении большого, крупной торговой точки, какого-то супермаркета. Но если это физлицо-предприниматель, магазин, то все равно это как бы тоже является существенным. Но кроме того, что накладывается финансовая санкция, проводится процедура аннулирования лицензии на право розничной торговли того товара, который был продан несовершеннолетним. Вот фактически за один случай можно лишиться лицензии? Да, за один случай. За один случай. И это право прямо предусмотрено законом Украины о государственном регулировании оборота алкогольных напитков и табачных изделий. Но момент доказания. Вот это самое непростое. Потому что ладно, хорошо, можно там, ну не знаю, извините, там за какие-то киношные криминалистические штампы, но есть какие-то контрольные закупки, да, то есть то, что можно, ну где-то под видом кого-то подойти, там, вот купить, вот он чек, вот я снял, как это все, или кто-то снял, как это все происходит, вот у меня вроде бы как есть доказательства. Как здесь вот дела обстоят? Насколько, в принципе, просто или сложно доказуемы такие случаи? Скажем так, доказательство подобного случая, естественно, оно более эффективно в момент совершения правонарушения, когда непосредственно была осуществлена продажа. Есть определенные общественные организации в нашем городе, которые пытаются самостоятельно их документировать, потом вызывать органы полиции, либо непосредственно приходить и писать заявление о том, что было осуществлено. Да, они снимают на телефоны подобный факт, они предоставляют этого несовершеннолетнего, пишут заявление, но опять же таки, когда это было вчера или позавчера, потом приходит сотрудник полиции в эту торговую точку и пытается установить продавца, который, естественно, на месте же личность они не устанавливают, то возможно, и скорее всего, когда продавец знает, что его документируют подобным образом, то он завтра там не выйдет и послезавтра туда не выйдет. И частный предприниматель будет заинтересован в том, чтобы спрятать ее на какое-то время, чтобы не было привлечения к ответственности. А в чью, собственно, компетенцию, в компетенцию какого подразделения полиции, в какой части полиции входит как раз реагирование на подобного рода заявления. Вот вы запускаете, скажем, телефонную линию доверия. Телефоны, кстати говоря, номера будут время от времени появляться на нашем экране. И если у кого-то есть случаи, которые попадают под тему нашей программы, то, наверное, можно уже звонить. Да, конечно. Хорошо. Но предположим, вот я заметил, да, что кому-то там подростку продали пиво или сигарету. Могу ли я обратиться к патрульному, пойдет ли он сразу проверять, или это вообще не патрульного, собственно, забота, или мне надо звонить куда-то, вот куда, вот как поступить? Безусловно, вы можете обратиться к патрульному, вы можете обратиться к любому работнику полиции по поводу любого правонарушения, которое вы видите. Но я вам скажу так, что эта линия работы по документированию подобных правонарушений возлагается на органы ювенальной превенции, то есть на, скажем, по-старому это называлось криминальная милиция по делам детей, еще раньше в народе называлась детская комната милиции, сейчас же это называется ювенальная превенция. Есть определенная система сбора доказательств, то есть, конечно же, патрульный полицейский может подойти, может попытаться задокументировать, но возможно, я допускаю такое, что, возможно, объем доказательств, который будет собран, он будет недостаточен для привлечения правонарушителей к административной ответственности. Поэтому, в случае, если же вы видите подобную ситуацию, вы можете, конечно же, позвонить 102, это будет зарегистрировано, выйдет туда наряд, он зарегистрирует, зафиксирует это, потом передаст уже по, скажем так, по назначению в ту службу, на которую возлагается это. Либо же за нашей инициативой были созданы телефоны доверия на базе одной из общественных организаций, я хотел бы их показать, как бы. Они распространяются нами в виде подобных стикеров, самоклеящихся на торговых заведениях, вблизи торговых заведений, особенно вблизи торговых заведений, которые размещены возле учебных заведений, где массовое скопление детей. После того, как проходит звонок на этот телефон доверия, который работает круглосуточно, общественные организации у себя фиксируют и официальным письмом уже непосредственно передает нам, в Главное управление национальной полиции. Мы это у себя регистрируем, спускаем соответствующими указаниями в тот район, где непосредственно это все осуществлялось. И нашими сотрудниками проводится проверка этого заведения. То есть, это не та проверка, которую проводят налоговая, с предписанием и так далее. Они проводят проверку информации, действительно ли осуществляется продажа несовершеннолетним алкоголя либо табака. А это вы опрашиваете условно обвиняемых, в сторону, которые обвиняют, или какой-то опрос местных жителей, или что-то в этом роде? Ну, скажем так, если... Они-то отрицать будут в любом смысле? Да, лицо, которое это делает, оно, конечно же, будет отрицать. Но, опять же таки, существует определенная методика документирования. Это не просто так, знаете, как в народе говорят, взяли несовершеннолетнего, запустили в магазин, пусть он купит, а мы там это самое. Нет, это не совсем как бы так. Так существуют, как бы, многие родительские комитеты, родители, которые не согласны с продажей детям спиртного, которые и с нами также сотрудничают, они под присмотром своим же, и его же ребенок заходит, как бы, покупают, они это все фиксируют. И все это, естественно, проходит под нашим контролем. И мы непосредственно на месте уже документируем. Документируем уже с применением средств видеофиксации, фотофиксации, то есть, как бы, закреплением доказательной базы уже на месте совершения правонарушения. То есть, вот это то, что необходимо, я пытаюсь просто понять, опять же, насколько сложно или просто привлечь виновных по такого рода нарушениям к ответственности. Это достаточно серьезные доказательства, которые должны собирать профессионалы, и недостаточно просто, ну, какого-то заявления даже большого количества людей. Потому что все прекрасно знают, что там возле школы, например, условно, возле школы, там, такой-то продают детям сигареты. Все знают, но никто не может этого, не знаю, отснять, заснять чеки в киоске. Ну, понятно, зафиксировать. Да, конечно, да. То есть, вот таким образом люди решаются на какие-то крайние меры, поступки, не знаю, вплоть до физического насилия в отношении продавцов. Да, бывали и такие факты, когда родители непосредственно бросались кулаками на продавцов, наносили им телесные повреждения. Но, опять же, такие. Это уже, если то, что делает продавец, это административная ответственность, то то, что делает тот родитель, который бездумно, скажем так, занимается расправой самостоятельно над этим продавцом, это уже влечет уголовную ответственность, поэтому не стоило бы так поступать. Конечно же, если человек заметил правонарушение, сообщил, что мы уже не сможем, вероятно, задокументировать то, что уже было. Но, опять же таки, если это правонарушение произошло раз, то, что было продажно несовершеннолетним, скажем, бутылки пива, то, опять же таки, она продолжается и будет продолжаться. И если это регулярно, то нам в любом случае удастся задокументировать другой факт. Кроме этого, скажем так, кроме доказательств, таким вот образом существует определенная статистика доставления несовершеннолетних в лечебные заведения в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии алкогольного отравления. И, скажем так, на сегодняшний день таких фактов по городу Харькову зарегистрировано больше 90 фактов доставления несовершеннолетних. И, к сожалению, как я отслеживаю за последние годы, то такая молодежь, скажем, молодеет. То есть, если раньше мы фиксировали 14-15-летних додоставленных, то сейчас есть и 10-летний, который употребив спиртного, не просто попутав, как, знаете, там двухлетний ребенок бутылку водки там открытую на празднике попутал с напитком с каким-то, а действительно мужчина употребил спиртной напиток, получил отравление и был доставлен в медицинское учреждение. Естественно, каждое медицинское учреждение фиксирует это у себя и все, что связано с правонарушениями, уже передает в органы национальной полиции, но они регистрируются по месту совершения их. Каждый факт проверяется, проверяются причины, проверяются условия, исходя из которых несовершеннолетний попал в медицинское учреждение. И если нами устанавливается, что несовершеннолетний приобрел где-то в каком-то месте, то, естественно, принимаются меры к документированию. Даже то, что уже у несовершеннолетнего было наличие алкоголя в крови, и он нам указывает прямо на место, где он покупал, это уже является доказательством. Основанием, да? Да, основанием для того, чтобы... Я вот приведу пример, когда в январе месяце была девочка доставлена в состоянии алкогольного опьянения в первую детскую больницу. Нашими сотрудниками было установлено место, где она приобретала, это был киоск. Задокументирован данный факт, то есть путем опроса свидетелей были, там еще другие несовершеннолетние, которые вместе с ней употребляли. Были взрослые, которые это видели, скажем, были родители, которые видели, что их дети пришли домой в состоянии алкогольного опьянения. И, скажем, этих доказательств схватило для того, чтобы привлечь продавца к административной ответственности, но, естественно, после этого направить уже представление в органы государственной фискальной службы. У меня есть небольшая доля статистики. В прошлом году в регионе обследовали 917 торговых заведений. В рамках акции ответственности начинается с меня. В этом году уже обнаружили 132 случая нарушения продажи, правил нарушения. И привлекли 42 должностных лица. Вот 132 случая нарушения продажи и 42 привлеченных должностных лица. Это почему так происходит? Я объясню, почему. Начало выявляется факт правонарушения, документируется. Это та цифра, которая у вас, 132 составленных протокола в административных правонарушениях. Потом эти протоколы направляются в админкомиссию, как я повторюсь. У них есть два месяца для привлечения к ответственности. Только после того, как мы получаем решение административной комиссии, после этого мы только можем направить представление в органы государственной фискальной службы. Если же в случае недостаточных доказательств административная комиссия не усмотрит состав административного правонарушения и прекратит производство за отсутствие состава признаков административного правонарушения, тогда мы, естественно, не можем... То есть это, скажем, наша погрешность и наша ошибка. То есть мы не до конца это задокументировали. То есть получается, что если после визита полиции доказательного указательного и так далее, не закрывается в тот же день или в тот же час точка, то в этом нет никакого злого умысла и так далее. То есть это процессуальные какие-то моменты, два месяца, о которых вы говорите, это все в рамках заплаты, потому что люди, естественно, будут возмущаться. Ну, конечно же, понятное дело. Опять же, с моих слов, может быть, некоторым быть понятно, что 132 факта, а только 40, остальные мы как бы непрофессионально задокументировали. Нет. Это выдерживается срок, не выдерживается, мы просто ждем, когда примет административная комиссия, естественно, на эти строки органы национальной полиции не могут повлиять, мы не можем вмешиваться в работу административных комиссий. Естественно, после того, как они примут решение, когда мы уже получаем это решение, после этого, тогда мы направляем уже материалы на государственную фискальную службу. А есть ли какая-то ответственность в отношении тех лиц, с которых-то, собственно говоря, и начала нашу программу, которые помогают детям, несовершеннолетним, помогают обойти запреты? Вот дяденька, нате вам денежку, купите нам сигареты. Окей, говорит дяденька, идет и покупает. Он совершает в данный момент правонарушение? Скажем, кодексом Украины об административном правонарушении, статьей 180, предусмотрена ответственность за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения. То есть, если он взрослый самостоятельно купил, самостоятельно передал это несовершеннолетним, в ходе которого он уже употребил это, то это уже подпадает под признаки действия подобной этой статьи. Естественно, уже непосредственно ответственность несет взрослый. То есть, это не безобидная какая-то, да? Это не безобидная. Одолжение какое-то, это все тоже карается за... Конечно же. А если опять же говорить о статистике, то какие из типов торговых точек, вот есть крупные сети, супермаркеты, есть, условно, средние магазины, есть киоски малой архитектурной формы, где чаще всего и в какой форме происходят вот такого рода правонарушения? Ну, я сейчас бы не сказал, что можно их фиксировать где-то в большой, в крупной торговой точке, либо в малой торговой точке, либо в точке, которая находится в отдаленном каком-то селе, да, Левка, в малом населенном пункте. Нет, как бы, сейчас, скажем, та работа, которая проводится и в рамках акции «Ответственность начинается с меня», она имеет как информационный характер, где распространяется информация о правовом характере и предупреждаются, так и путем проведения рейдов, совместных рейдов, то уже все предприниматели, все продавцы уже осведомлены о проводных последствиях подобного промодушения. Конечно, у них наклеено, я не торгую сигаретами и алкоголем, но они торгуют. Время от времени они торгуют все. То есть то, что они осведомлены, не значит, что они не занимаются этим. Да, бывают такие ситуации, и вот нам поступает информация интересная, когда мы проводим какой-то рейд несовершеннолетний, говорят, ну даже в школе опрашиваем детей, а где вас, в каких торговых точках продают? Ну вот в этой продают, в этой вообще никогда не продают, не знаю, тетя, а вот в этой они говорят, вы попозже приходите, потому что полиция работает до 6, до 7 часов или до 8, а вы вечером проходите, и там после 10 можно будет продать. Да, бывает, что они пренебрегают и подобными ситуациями, но опять же таки, работа органов национальной полиции, она не до 18, но не до 19. Преступление правонарушения совершается круглосуточно, и поэтому проводятся и ночные, и вечерние рейды, когда там в 10, в 11 часов продавец смотрит, а как вы, вы же не имеете права уже работать, как бы ваше рабочее время закончилось. Поэтому как бы этому тоже уделяется внимание. Все равно всю информацию мы черпаем от людей, черпаем от детей, которые нам рассказывают, черпаем от взрослых, от тех же соседей торговых заведений, которые регулярно продают несовершеннолетним. Особенно те, возле которых проводится и распитие спиртных напитков, это шум какой-то определенный, и соседям это не нравится, они пишут заявление, мы проводим проверки, устанавливаем факты, привлекаем к ответственности. Естественно же, параллельно с этим привлекаются и те же несовершеннолетние употребляющие, которые подлежат административной ответственности с 16 лет уже за употребление самостоятельно. А родители подлежат, я прошу прощения, если их дети? Потому что халатность при исполнении родительских обязанностей, статья, которой боятся все, и, наверное, справедливо. В этой ситуации родители отвечают как-то? Да, спасибо, конечно. Совершенно справедливый вопрос. Существует статья 24 Кодекса об обвиненных правонарушениях, это не надлежащие в полной родительских обязанностей. Это административная ответственность, и там 4 части, которые предусматривают разные составы. То есть, либо это несовершеннолетний совершил административное правонарушение до достижения, как в нашем случае. То есть, если он употребил или находился в общественном месте в нерезавном состоянии до 16 лет, там 14-15 лет, то будут привлекаться его родители. Конечно же. Да, существует и уголовная ответственность. Это в том случае, когда, скажем так, их бездействие родители повлекли тяжкие последствия. Но, как бы, в данном случае она, как бы, здесь неуместна и неразменна. Нет, но если ребенок, скажем, допивается, грубо говоря, до каких-то состояний уже совершенно клинических, которые могут повлиять на здоровье, наверное, в этих случаях тоже стоит опасаться. Хотя, смею надеяться, что это все же редкие, да, вот случаи такого рода. Бывает такое, бывали и смертельные случаи, когда вот у нас в одном из населенных пунктов, за чертой города несовершеннолетнего, употребив две банки слабоалкогольного напитка, я не буду называть, как бы, его в эфир, да, но оно, как бы, содержит какой-то энергетик, там. После двух банок на стройке обнаружили его мертвым. То есть, у ребенка остановилось сердце. Не удержало, да. Да, и две банки. Некоторые, как бы... Что там такого, собственно, да. Да, но тем не менее. Есть ли какая-то граничная, нижняя граница, да, вот после которой для продавца наступает ответственность? Ну, с алкоголем, наверное, понятно, там, в принципе, да, она наступает по факту вообще продажи, как и таково. А если ребенок или несовершеннолетний покупает те же сигареты, поштучно, как это тоже бывает, хотя это запрещено, но бывает в киоск. Ну, что, за одну сигарету наказывают? Шесть тысяч штраф? Ну, как-то... Ну, скажем так, закон в этой части суров, и он не предусматривает единичный случай или одна сигарета. Те же сигареты поштучно, это, как бы, отдельная уже ответственность, это уже, как бы, усугубляется для того же частного предпринимателя, который пренебрегает законом. А даже продажа одной сигареты несовершеннолетнему является правонарушением. Я, как бы, привык в таких случаях говорить, что продажа детям алкоголя либо табака – это преступление против генофонда нации. Поэтому даже одну сигарету ускорив, он испортит свое здоровье. Почему устанавливается граница до 18 лет? Да потому что до 18 лет по медицинским критериям организм еще не может перебаривать те вредные вещества, которые поступают в кровь вместе с алкоголем либо никотином. Да, логика есть, конечно, безусловная логика, понятная. А насколько справедливо, опять же, утверждение о том, что большая часть вот этой проблемы, о которой мы говорим, это так называемый детский пивной или слабоалкогольный, да, вот алкоголизм, то есть дети, ну, как правило, редко, дети или несовершеннолетние, редко покупают крепкий алкоголь. В основном это все вот где-то касается пива. Нет, ну, да, конечно же, больше пива, больше слабоалкогольные напитки. Когда мы проводим рейды, там, скажем, вечерние по дискотекам, по местам массового скопления молодежи, то в основном выясняется, что они берут слабоалкогольные напитки, особенно с энергетиком, что более опасно для организма. Да, конечно, реже водка, реже коньяк, реже крепкие спиртные напитки. Но, опять же, для несовершеннолетнего, то есть лица, недостигшего 18-летнего возраста, и бутылка пива, и даже глоток этого пива может быть опасен. Это, опять же, возвращаемся к тому случаю, когда несовершеннолетние после употребления двух банок слабоалкогольного энергетического напитка, как бы, имел летальный исход. В общем, речь идет, как по мне, для родителей в том числе, совершенно не о шуточных вещах, и о вещах, которые в буквальном смысле могут ставить под угрозу не только здоровью, но и жизнь ребенка. Это те вещи, которым, видимо, придется так или иначе заниматься всем, потому что, насколько я понимаю, очень непросто собрать доказательства, наказать виновного, и, наверное, и помощь, и общественности, и наших зрителей в том числе, если есть таковые, неравнодушные, она будет наверняка ценна, и полиция скажет за это спасибо. Да, собственно, и мы скажем спасибо полиции, если будут ликвидироваться подобного рода точки телефона. Надеюсь, успели записать все. Программа подошла к концу. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...